Это время как раз посадки растений и возможности подправить ландшафт, который за зиму и раннюю весну пострадал, учитывая, насколько здесь ландшафт разнообразный, есть склоны и в том числе очень много воды со всего города сюда попадает. Поэтому в мае это время, когда необходимо будет заняться растениями и укрепить те же ручьи, небольшие овражки, фанавки заделать, привести в порядок, одним словом, территорию. Может быть, до этого потребуется еще и часть июня, потому что совершенно очевидно, если в мае посадку растений необходимо будет выполнить, то в июне просто то, что останется и привести, что называется, время потребуется в любом случае, к июлю можно будет принимать гостей. Это первый парк, такой первый опыт, над проектом которого работали именно саратовские архитекторы, ландшафтники целиком и полностью. Будем дальше использовать их опыт? Довольны тем, что, по крайней мере, на картинках, и что будет? Посмотрим, чем закончится эта работа, какой будет опыт, а затем, если получится, то, конечно, будем и востребовать этот опыт. То есть, если очень хорошо получится, гости будут приезжать, смотреть, как получилось. Может быть, наши специалисты в области ландшафтного дизайна будут приглашать в другие города для того, чтобы вот такие же парки создавать. Специалисты везде нужны. Самое главное, чтобы у нас все работы, которые были выполнены, сделаны более качественно и в это время могли эксплуатироваться. Вот у нас с вами зима прошла, видим, что нам она принесла. И водой размыла некоторые площадки, и мы видим с вами, здесь недоработки вылезли. Важно, чтобы за май и июнь мы сделали все для того, чтобы следующий 11-й год придет. Весной мы видели уже замечательный фанат. Вот наша задача в этом замечается. Работа над ошибкой будет? Хоть сейчас, а потом нам уже не хотелось бы проводить вновь эту работу. Поэтому сейчас лучше не торопиться за май и июнь, все сделать качественно, а потом уже приходить сюда и радоваться. Спасибо. Спасибо.